Покупают, но не продают. Самара и Тольятти попали в топ российской гильдии риэлторов в категории «Максимальное вымывание предложения с рынка». Изменение предпочтений покупателей губернии нагляднее всего видно по сегменту вторичного жилья. Средняя удельная цена квадратного метра по 5000 предложений за 2020 год на вторичном рынке Самары составила 62 523 рубля. По сравнению с 2019 цена выросла на 200 рублей, а вот число желающих продать квартиру сократилось на 2000. Аналогичная ситуация и в Тольятти. Здесь усредненная цена за квадратный метр вторички за 2020 год составила 42 800 рублей. Годовой прирост цен 117 рублей. А вот количество предложений сократилось также на 2000. Рост по новостройкам вызывает в свою очередь какой-то рост по вторичке. Наверное, в январе все, совершив свои необычайные действия до Нового года, все немножко отдохнут. А с второй половины февраля, марта, должен, наверное, начаться новый этап рост. Изменился в 2020 году и покупательский спрос. По оценке экспертов, разница между первичным и вторичным рынком за минувший год составила 15% в пользу новостроек. Главным драйвером этому послужила льготная ипотека под 6,5% и программа господдержки семьи с детьми. 2020 год в силу своих потрясений опять не позволил многим застройщикам выйти на рынок с новыми проектами. Я знаю, что часть проектов была отложена до лучших времен, до более понятного рынка, строительного в первую очередь. Соответственно, мы в 2021 году не получим предложения в том объеме, в котором планировалось бы получить. Потому мнение львиной доли экспертов сводится к тому, что в 2021 году рынок недвижимости ждет охлаждения. А следующий виток роста цен на жилье возобновится не ранее 2022 года.